добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о крещении в духе святом и будет в последние дни и зальет духа моего на всякую плоть и будут пророчествовать сыны ваши дочери ваши старцам вашим будут сниться сны и юноши ваши будут видеть видение это пророк иль 228 когда мы говорим о крещении в воде то речь идет о том что мы погружаем тело в воду полностью когда речь идет о крещении в духе святом по большому счету это не совсем крещение потому что здесь употребляется немного другое слово это не баптиза когда мы погружаемся а это излияние это всегда излияние сверху вниз в иврите это слово шипик который буквально означает выливать искать чего-то вниз другими словами крещение в духе святом можно сравнить или предложить такой знаете прообраз это крещение в водопаде крещение когда ты и без того находишься в водоеме и на тебя еще сверху изливаются мощные потоки воды крещение в духе святом это всегда что-то приходящее свыше мы не можем с вами говорить о том что бог разлил здесь свою благодать и мы погружаемся в нее нет речь идет о том что сам иисус и в первой капли когда мы начали говорить о крещении в духе святом я говорил что крестит иисус он берет и изливает духа святого в каждую из наших жизней это никогда не может быть чем-то земным это не может быть чем-то инспирированное людьми это всегда инициатива принадлежащим богу это крещение водопаде источник которого в небеса